А сейчас пришло время познакомиться с нашей главной новинкой. Это бензиновый снегоуборщик Сибирь 999 ЕКХ. Мы расскажем о его технических характеристиках, особенностях и органах управления. Данная модель укомплектована двумя шнеками. Верхний же шнек является запатентованной технологией и предназначен для работы с твердыми слоями снега высотой снежного покрова более 40 сантиметров. Оба шнека крепятся на срезные штифты. Это сделано для того, что при попадании инородного предмета между шнеками портился не вал шнека, либо редуктор, а срезало просто штифты. Шестерня, которая установлена в редукторе, выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика. Верхний шнек и нижний связаны между собой цепным приводом. Стоит заметить, что перед каждым использованием необходимо проверить наличие смазки на цепи и при необходимости ее добавить. В нижней части ковша находятся две лыжи скольжения. Они необходимы для того, чтобы нижняя часть ковша не задевала за неровности поверхности. Лыжи легко регулируются. Вам понадобится ключ, идущий в комплекте. Сам снегоуборщик базируется на больших колесах с агрессивным протектором. Это значит, что почти на любой поверхности они не будут проскальзывать. Но если это произойдет, вы всегда можете купить цепи и установить их на колеса. Все органы управления находятся в зоне доступа оператора. Слева находится лепесток привода колес, справа лепесток привода шнеков. Здесь же находятся тумблеры включения и выключения света и подогрева ручек. Левая рукоять отвечает за дальность выброса снега, правая же за переключение передач. Здесь их 8, 6 вперед и 2 назад. А для того, чтобы сменить направление выброса снега, не нужно никуда тянуться, можно просто протянуть руку и простым поворотом изменить положение желоба. Внутри желоба находится система, предотвращающая вылет крупных кусков снега или льда. Они просто не поднимаются, а проваливаются обратно и перемалываются. Здесь же рядом находится лопатка для прочистки желоба от налипшего снега. В данном снегоуборщике предусмотрена такая функция, как One Hand Operation. Это сделано для того, чтобы вы могли настроить свет, обогрев или направление выброса снега, не останавливая снегоуборщик. Как же ее включить? Вам необходимо будет нажать оба лепестка, и после этого вы можете отпустить левый лепесток, отвечающий за привод колес. Он автоматически зафиксируется. И свободной рукой вы можете либо менять дальность выброса снега, либо направление выброса снега, либо включить фару или подогрев ручек. Чтобы отключить эту систему, отпускаете правый лепесток и оба лепестка свободные, и снегоуборщик остановится. Важно заметить, что скорости переключать во время движения снегоуборщика нельзя. Нужно его полностью остановить и только после этого сменить передачу. В нижней части двигателя справа находятся маслозаливная горловина и щуп, по которым вы легко определите уровень масла. Мы рекомендуем четырехтактное моторное масло Patriot G-Motion. Чуть выше находится электростартер. С его помощью вы легко запустите снегоуборщик даже в самый лютый мороз. Вам необходимо лишь подключить его к сети 220 вольт, подождать от 15 до 20 секунд и просто нажать кнопку. Для того, чтобы запустить снегоуборщик вам необходимо открыть подачу топлива, закрыть воздушную заслонку, поставить двигатель на малый ход и необходимо прокачать праймер не менее трех раз. После этого переключить снегоуборщик в положении ON и можно запускать снегоуборщик одним из двух способов. Либо с помощью электростартера, либо классический, с помощью ручного стартера. Вот мы и познакомились со снегоуборщиком Сибирь 999 ЕКХ, узнали его характеристики, научились всем правильно управлять и чем же он отличается от снегоуборщиков компании Патриот.